Игровой канал Ивана Фолиота представляет Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Вновь на ваших экранах прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота, дополнение ДЛС Как Каменные Сердца Четвертая его серия в моем исполнении И мы с вами высвободили таки дух братца Ольгерда Зовут его Витальд некий И наша задача его будет развлекать Но перед тем как это делать, перед тем как отправляться в саму свадьбу Мы с вами друзья сперва кое-что поделаем в этой серии Быть ведьмаком? Лучше тебе не знать Было бы лучше не знать, я бы не спрашивал Ну говори Тебе бы не понравилось Мы сейчас отправимся по нескольким точечкам Их по-моему 3 или 4 или 5, что-то около того Где он будет комментировать наши все действия Точки это к сюжету имеют такое очень посредственное отношение Но так или иначе у нас хотя бы есть одно второстепенное задание Которое дала нам барышня при выходе из горящего здания Когда мы сражались с Ольгердом Нам надо его довыполнить Мне очень нравится актер, который озвучивает Витальда Он обычно любит озвучивать Мэтью МакКонахи Ладная у тебя кобылка Хорошие промеры Крепкий зад Развитая холка Ну-ну Я вижу ты в этом разбираешься Еще бы При жизни кони и женщины Это были две мои величайшие страсти Ты коня моего пугаешь Плотва не любит духов Ну хорошо Вот такие в общем будут у нас то и дело возникать с ним перебраночки Ну или просто диалоги Поэтому давайте сейчас отправляться на первую точку Я буду всю дорогу перематывать Уже будем непосредственно когда приближаться Ну или если ехать недалеко Чтобы всем было удобно И не тратилось время У нас тут недалеко есть краслагерь Поэтому да, я перематывать здесь не стал Судя по всему, я уже не помню Я записал уже это очень давно Вот, сейчас сижу постепенно вспоминаю Как я тут действовал Тут у нас тоже очередной лагерь Пылающих этих ростцев Которые низко пали и торгуют физштахом Красный рыцарь, да, 33 уровня С двумя дренами, короче, стоят Намахивают здесь Не только вдвоем Ну понеслась в общем Ой-ой-ой, нарвался я Поймал ритмику, называется Так, что-то от игни они не особо подгорают Ну потому что у меня нету прокачанного уже Этого мощи знаков Которые давал там более-менее волк И бил тамошний Да и бил, я по-моему, кстати, не менял Но из-за брони Здесь все-таки больше на квен идет Так, у вас двое здесь с дубинами что ли? Один щитовик еще, да? Щитомордник Тихо-тихо, ребятки Тихо-тихо-тихо-тихо Так, аккуратно Вот это было нечестно с твоей стороны И с твоей тоже Получил я раз за четыре выхлепку по-своему Нормально Ладно, сейчас будем лечиться тогда У нас, у меня билд настроен таким образом Что когда мы пьем зелье какой-то Нам хорошенечко восстанавливается Полоска здоровья Зелье Рафарда белого я вообще, блин, не пользую Хотя очень часто люди его нахваливают Сколько мне еще ждать? Напомните меня, братья! Нормально Так, ну щитового пока бесполезно бить Только если репостами Вот такими, да Этот хорошо мечом защищается, засранец Надо подлавливать Щитовика ты хрен подловишь Говорит, повторюсь, только репостами, либо на квен Хотя вот получилось сейчас разочек Ну ты посмотри, какой я скотина Осталась дючечка маленькая И не хочет дохнуть У него капает вроде там Кровотечение Но приостановилось походу Все, отлично Без рук, без ног остался Без рук, без ног, на бабу скок А этого просто напополам Вот это забава! Как в старые времена Как при жизни В общем, да Вот так вот комментирует 15-е блатте Наш запас муравьиной кислоты уменьшается Одень ото дня Правда, магистр Ульрих вызвал братьев На большую дорогу Мне весьма трудно себе представить, что в ближайшее время У них под носом проехал караван алхимиков с бочками Полными кислоты Эрго мы должны попробовать получить его собственноручно Иначе речи быть не может о дальнейшем производстве физических Двадцать третье блатте Из моих наблюдений следует, что мы сможем получить недостающий ингредиент весьма простым образом Я должен лишь уговорить братьев вытерпеть несколько пчелиных укусов Двадцать пятое блатте Полученное МК из пчелиного яда Необычайно утомительно и проходит слишком медленно, чтобы удовлетворить наши потребности Быть может, мы должны изменить способ Нацарапанный на полях А может просто обычный Артуртикодиоз Ди-о-и-ка В закрытом котле над огнем Отвар дозированно по капле переливается В деревянные сосуды Один из которых должен содержать кислотную фракцию Там будет муравьиная кислота Двадцать шестое блатте Братья уже здорово раздражены Мало того, что их попусали пчелы, так они еще должны Будут собирать крапиву Ты знаешь, сколько здесь должно быть фиштаху? Ты бы за это скупил полбывшей тимерии Да-да Нормально, тут лаборатории у них раскиданы по всему Новиграду Так, ну и давайте сундучок посмотрим Сейчас я только быстренько проверю Еще вон тут кустики всякие Пивка для рывка возьмем Ну вроде бы и все Чертеж Скомканное письмо Так, еще одно письмо Так, хорошо Где еще одно письмо? Вот оно письмо Тюр Улья сказал прислать тебе один из этих Градиных чертежей Он до спорти хочет их расшифровать как можно скорее Понятия не имея, что у него зашило в заднице Но зная его Ясно как божий день, что связано на деньгах Так что если ты умудришь что-нибудь разобрать Напиши сначала мне и мы вместе придумаем Как быть дальше Этот блудоумный олух только и делает, что сидит на жопе А встает только чтобы покатить бучу на нас Самое время его проучить Роб Так, ну эти чертежи мы будем потихонечку Полигонечку друзья мои с вами находить По мере открытия места интереса И конечно же так Кофирскому этому купцу Ой Что-то я здесь думаю вряд ли отстану Смотрите сколько здесь медовых этих сот Они полезные нам будут в еде Хорошо восстанавливают Жизнь во время боя Ну в принципе у меня это так все будет полным-полно Битком и навалом Я Эдуаре пользуюсь Но как в этой игре собственно и всегда происходит Не тяготить совсем Карман запас Ну особенно такими Хотя здесь есть вес общий Но на эти вещи вес не распространяется Но по-моему в некоторых модификациях этой игры Типа там школы плотвы переработали всю эту систему Но я могу ошибаться Можете кстати написать в комментариях По поводу школы плотвы Говорят очень хардкорный мод С переработанной боевой системой Вообще со всей там этой самой экономикой И весовой системой тоже Так Бежим сейчас мы в это местечко Там по-моему находится У нас Кто у нас там находится У нас там находится Как они? Дракониды Дракониды Точки все я сейчас пока буду открывать Только те которые Витальд может озвучивать Мы по местам интереса Я потом отдельно уже перед концом игры буду проходиться Собирать все Оставшиеся В любом случае все откроем У меня же все они открыты с основной игры А те только то что Витальд сейчас комментирует Мы с вами посетим И уже будем потом двигаться дальше Так Давайте в маслеца от драконидов сейчас Да Тут летают эти виверны по-моему Или кто? Похоже на виверну Да На королевскую даже возможно Ее по-моему загсить можно Сейчас попробуем Да виверна Только не королевская А обычная Хрясь И что-то нихрена не отнялось Нифига она жирная Ну хорошо Сейчас ночь как раз отличный фильм У меня не тратится Хоть энергия быстро восстанавливается Раскруточка небольшая Опа-опа Ну и арбалетико можно не забывать пользоваться Да Чтоб приземлять ее На место Ну ничего сложного в этом нет Только она жирная Просто долго ковырять приходится По большому счету По-моему даже мне не ранило ни разу Свой кусь не сделала Бежать нахрен Клотва гуляет Иди сюда Куда ты пошла? Спиной такая повернулась И пошла О Укусила немножечко Ну не больно Эээ а че не проходит урон то Че за хрен У него наверно начался мувсет На взлет Ай жалко Промазать умудрился, да? С автонаведением Все Да Сердце чудовище, шкура виверная Сердце красавицы Она тут лакомится В общем всякой лошадятинкой Прикольное слово Здесь какая-то башня И тут по-моему что-то полезное А, дракониды Очаровательное место Эти большие ящерки Свели тут себе гнездышко Вот в общем Такие комментарии он оставляет На некоторых по-моему даже повторяться будет Зараза Ну неплохо Дракония шкура вон Во-во-во Это он уже повторял Вот это забава Так, где моя платвичка? Вот она стоит внизу Ну помчали что ли? Дальше Так здесь есть хорошо быстрый переход Мне надо бы посетить мельницу Вот по-моему еще мельницу Там может обговорить Где она находится Где-то По-моему Да, вот она здесь Ну вроде недалеко бежать Но я думаю можно наверное перемотнуть Там еще что ли один драконид остался Ладно не буду Потом вернусь Добью его Да, вот она мельничка Давайте мимо пробежим Помню эту мельницу Мы с Ольгердом всегда как что учудим Так здесь и прячемся Один раз старый Яромир Застукал нас тут за самогоном Ах, вот были времена У меня почему-то такое ощущение Сложилось Играя в этот ДЛС Что я не в новиградских землях А каком-то вообще в отдельном государстве Здесь пребываю Не знаю почему Так Вот теперь сюда отправляемся Там тоже комментарии оставляет Наш дружбан Новоявленный С того света И конечно же я перематываю И тут у нас Пылающая роза Опять Ну давай Странно что он у нас не напал Да, что-то как-то ему мои даже мощные удары Как слону дробина Время 3.55 Уже скоро светать начнет А это значит что Филин будет у нас Отбавляться Ну очень страшно, ладно Так, прибежал Помогальщик хренов Вообще конечно надо избавиться Пойти Сколько там их вообще Вот этого арбалетчика хренового Тоже какие же они жирные Вы посмотрите стали Интересно А кровь и вино будет такая же Так же будет сложно с ними сражаться Он слышит Слышите, слышите Давай Геральт Воломи говорит этим засранцам Это прикольно Это что-то уникальное Он по-моему сказал Арбалетчика на хрен Ой-ой-ой Что-то я не вовремя Не вовремя Я воспользовался Колесиком Умений Ты посмотри какой жирдяя Наглый Умеет сражаться Не, мне это даже нравится Эта сложность Просто они очень долго ковыряются Я уже привык Как в оригинале Два-три удара И все И как бы и нету Сражение быстрее Когда проходит Оно Времени много не занимает Но С другой стороны По кайфу Даже какой-то Хоть минимальный челлендж есть Опа 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 Так пацаны Что-то вы Прям как-то совсем Меня тут Надо их контролить Вы меня совсем здесь Вообще Тритируйте Тираните меня Хе-хе Еще один готов Их своей такой дубиной Отлично подпалился Дружбан Ой-ой-ой Так главное Не Все Немножко конечно успел Еще один рапорт День Первый Двое гладранцев Из ближней деревень Номинали корову Мы поели гавейнка Но мужиков Трогать рука Не поднялась Они нищие И смердят хлебом Мы их отпустили Воззерно На маршруте Барновица Аксенфурт Не стоит День два Скучно На большой дороге Пусто День три Вдалеке был виден Военный конвой Сильная охрана На телегах Были бочки Наверное вино Или сельдь Если бы перевозили оружие Можно было бы попробовать Вечером Ребята скучали Так что поиграли С двумя девками Которые пришли В лес по грибам После забавы Я велел их отпустить А ну как они вернутся С мужиками Из деревни Будет хоть В случае с рыцарями Пылающей розы Особенно еще В первой части Прикрываясь делами Благими Можно вообще Такой беспредел Чинить Знаешь что они делают Отслеживают караванные маршруты Из-за этих их пометок Немало караванов Не дойдет до цели Прикольно Тоже в общем Очередной комментарий От Витальда Чертеж Рыцарь Пылающий Перчатки рыцаря И пылающая роза Ну хорошо Причем это реликтовые уже Я не буду Крафтить эту Наверное броню Пылающей розы Потому что Мне она не нравится Ребята Чтобы кто По этому поводу Не думал Но я их соберу Все Для коллекции Я конечно не скажу Что у меня есть коллекция Всех прям Бронек в этой игре Но чертежи Есть на все Ведьмачи Так ну что Теперь мы отправляемся сюда Потому что здесь Вот по квесту Нам надо будет А сейчас по моему Да Если мне память Сейчас посмотрим Там по квесту Этого Клюверта Этой барышни Отомстить надо будет Или Ульрих там будет Я не помню Тут можно будет Сейчас диалоги даже вести Давайте попробуем Подойдем Поболтаем Это интересно А да Роза на красном поле Вот называется Обыскать лабораторию Падших рыцарей О У ордена Пылающие розы Новая резиденция Небогато Слушай ты Приблуда Не знаю что ты тут делаешь Но вот тебе совет Иди откуда пришел Ну Че ты тут торчешь Морду тебе отполировать Интересно что там внутри Попахивает фиштыхом Вы не будете против Если я там осмотрюсь Братишки Мы будем И еще как Довольно шуток Считаю до трех И чтобы тебя тут не было Бродяга Уразумел Раз Два А может досчитаем До большей суммы При помощи Новиградских крон В качестве Наглядного пособия Да в общем Мне это что Заходи Вы не думайте Что я Не захотел их обманом Сперва Ну во первых У меня Сейчас да Снята Очочка С аксия Второго уровня Во вторых Опыта мы получили Гораздо больше За То что мы их подкупили Более того Денежки мы эти свои Сейчас обратно вернем На обратном пути Поэтому Не переживайте Так Заканчивают Некоторые рыцари Пылающей розы Хе-хе-хе Хе-хе-хе Видишь ты хворят Аж пыль столбом Прямо в воздухе Чувствуется Это как это Тибета Может он чувствоваться Это же Дух Бесплотный Душара Так Ну ладно Тут прям какой-то Смотрите-ка Газик Я думаю Что Можно и Если в него Зайти Можно и пострадать Да нормально Вы себе здесь Логово оборудовали Короче Надо готовиться К схватке Сразу предупреждаю Что? А ты что за дьявол? Я ведьмак Или как чаще Называют меня Твои собратья Выродок Или мутант Тебя здесь быть Не должно А рыцари Ордена Пылающей Розы Не должны Убивать людей И заниматься Наркотиками Верно Мы не должны Мы должны Защищать Угнетенных Нести веру И вечный огонь Но Родовит Обманул нас Он нарушил Слово Послал братьев На фронт Как простых солдат А когда Орден истек Кровью Просто Распустил его Он занял Наши земли И забрал Ценности Чтобы вести Свою войну Тех братьев Кто не протестовал Сделал Охотниками За колдуньями А тех Кто осмелился Перечить Изгнал Или бросил В темницу Нас Осталась Горстка И мы Мы должны были Искать себе Новое место В этом мире И вы стали Бандитами Интересно Что сказал бы На это Зигфрид Из Денесля Зигфрид Из Денесля Откуда Ты его Вообще Я узнал тебя Ты Геральт Из Ривии Ты убил Якова Из Альдерсберга Так и есть И сделал бы Это снова Если понадобилось С этого Началась Наша Гибель С тебя Проклятый Мутант Бери Свой меч Не кричи Достаточно Вежливой Просьбе Не кричи Ну что ж Как интересно Вы посмотрите И про Якова Из первой части Вспомнили И про Зигфрида Тоже Из первой Зигфрид По моему К нам Во второй Приходил В одной Из Варианций Прохождения Это если Мы его живьем Оставляем После первой части Я уже забыл Ну ладно Короче Здесь Прямо Сложный бой Ребятки Да Это Ульрих И очень приятно Что его озвучивает Петр Гландс Голос Дэдпула Ну я думаю Вы все его знаете Как бы туда Наверх Подняться Мне Ой-ой-ой А я поднимусь Вообще Он просто Скотина Стоит Арбалет А Меня подбросили Спасибо Стоит Козлина Просто Настреливает Арбалет Надо Быстренько Его Опа Все Можно И Так нас Кургуза Немножко Но сбросило Вниз И они там Паровозиком Бегают По этой самой Это хорошо Надо было Конечно Помедитировать Перед тем Как сюда идти Танцующая звезда Гораздо веселее С ним Ой Да гнида Только я размахнулся Хорошечно Ладно Да Недооценивать Конечно Этих врагов Глупо Поэтому Надо очень Осторожно Максимально Качественно Маневрировать Атакуют Они хаотично И как В Ассасин Криде По одному Странно Что у меня В этом дополнении Добивания Как-то стали Работать Через раз В основной Игре Я ставил Мод На то Чтобы Вроде Его не удалял Да Вот этот Мод Вернее Вот этого Добивания Я ставил Мод Он каждого Добивал Человека Это весьма Эффектно Сюда Выглядело А вот и Удвиха Голова Пошла Красиво Мы его Финишировали Вот такая Вот история Родовит Конечно Паскуда Перекидал Всех Но Если Если Это Глава Пылающей Розы Оставшихся Вот этих Мародеров Так называемых Ну или Как они там Убийцы Мародеры Наркоторговцы Все В общем Грехи Впитали Я так понимаю Больше у них Никого не останется Из местных Кто мог бы Их Курировать Скажем так Не Нам еще Будут они встречаться Они же здесь Не зря Рассыпаны На местах Интереса Но Так или иначе Кстати Еще Роза На красном Поле Квест Завершен Но его Мы сдадим Чуть Попозже После Свадьбы Наверное Когда Свадьбу Отгуляем Свадьба Конечно Будет Интересная Но Забегать Вперед Друзья Мои Не будем Сейчас У нас Подготовка Я думаю Кому Тут Будет Интересно Тоже Посмотреть Как Максимально Выжать Контент Из этой Игры Из этого Дополнения Я стараюсь Вам все-таки Показывать Максимально То Что Тут Есть Во всяком Случае С этим Витальдом Потому что Витальд мне Очень Очень Как персонаж Понравился Еще Моним Поговорим Конечно Во многих Видео Я буду Его Вспоминать Потому что Он Помимо Того Что Он Весел Забавен В своих Изречениях Так Еще И Как Человек Как Персонаж Очень Очень Качественно Хорошо Прописан И Трогателен Даже В каких-то Моментах Но Повторюсь Не будем Забегать Вперед Скоро Все Увидите Услышите Свадьба Нас Ждет В следующем Видео Это Будет Интересно А пока Не менее Интересные У нас Происходят События Мы Сейчас Повторюсь Будем Выполнять Кое-какие Второстепенные Дисквистики Чтобы Послушать Его Я уже Повторяю Десятый Раз Послушать Его Реплики И Я думаю Что Это Будет Интересно Я Обыскал Просто Здесь Все Что Можно Кучу Фисштаха Нашел Я не знаю Что с этим Фисштахом Здесь Делать Геральт Его Не Употребляет Даже Заставить Его Никак Сделать Это Нельзя В первую Часть Можно Было Фисштаха Нюхать Я Это Тоже Не Делал Ибо Геральт Не Употребляет Повторюсь В книжке Он об этом Говорил Так Пацаны Вообще Ребята Слушайте У них Оборона Нечевая Самая Крутая Если Щита Можно Хотя Не Щита Тоже Не Пробьешь Я Не Помню Раньше Можно Было Щиты Ломать Я Просто До Этого Как Не До До Ой Ой Только Был Эту Не Свалиться Я Не Удачно Давай Давай Иди Сюда Там И Загнется Как Раз Загнулся От Яду Меч У меня Покраснел Я Забыл Совсем Их Ремонтировать 500 Крон У Одного Поделились Смотрите Между Собой С Тервец Честное Ребятки Это Та Самая Тысяча Крон Которую Им Вручили При Входе Но Повторюсь За Вручение За Подкуп Опыта Дают Больше Гораздо У У У У У У У У У Больше Столько Всего Я Нахватал У 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 Брон К Оружейнику В Новиград Но Это Я Сделаю Отдельно Не Буду Вас Заморачивать Ибо Время Немного Отнимает Починюсь Я Вообще Даже Не Пользуюсь Особо Этими Переносными Мастерскими Как вы заметили За всю Игру Не проще Починиться У Этих Самых Если бы Чинился Этими Переносными Мастерскими Мастера Бронника И оружейника То Может быть Денег бы Еще Сэкономил Но Там Денег Сгулькина Хрен Поэтому Переживать Особо Я думаю Не за что Платвичка Наша Ждет Ну Что Освободили Мы Очередную Шахту От Монстров В виде Людей Прикольное Место Вообще Конечно Эту часть Они Я веду Часть Карты Это Очень здорово Проработали Особенно Когда Играешь В Каменные Сердца Начинаешь Посещать Эти места Интереса Становится Прямо Весьма Весьма Так Любопытно Потому Что Все В деревьях Такое Поросшее Заросшее Это Какой-то Атмосфера Добавляет Я повторюсь У меня Какое-то Здесь Ощущение Как будто Я играю В отдельном Государстве Не на карте Новиградских Земель А вот Куда-то Прямо Как в Тусенте Ну В Тусенте Я еще Пока Не бывал Поэтому Не сложно Сказать Грубо говоря Как будто Я на Скеллиге Уехал Все Идите В Скеллиге Другая Там Немножко У нас Природа Так Утопцы Тоже Жирные Что Вы Падает Так Жирные Обычно Должно Падать Один Пошел Торой Пошел А Третье Уже Не сложно Хопа Напополам Люд Волнулись Да Мутагены До них Дают И один Даже Красненький Это Приятно Не зря Задержался Люди Даже Разволновались Так А вот У нас Сейчас Будет Мельница Друзья Мои Это Мельница Да Я сгонял Короче Помедитировал Сгонял К Этому Самому Только Не продал Ничего А Нет Я не гонял Никуда Я просто Помедитировал Или нет Нет Я не медитировал Даже Гонял Ноль Я просто Перемотал А что Во время Перемотки Делал Я уже Не помню Так Отличные Неясы Но я думаю Мне должно Хватить Сейчас Роднее Утро Сидеть Выжидать До Вечера Я не хочу Тут Сейчас Интересное Будет Местечко Тоже Хотел Витам Прокомментировать Интересно Повесился Короче Тут Но Сама Башня Закрыта Часовня Одна И вот Еще Какой-то Трупец Валяется Дневник Пастерских Визитов О Родомира Уник Окровавлен Упор Последний Стрениц Очень Возможно Прочесть С очередным Визитом Пошел Я Деревне Броновидцы Что Около Озерка Лежит И что Я там Застал Закоренел Безбожников Камудо Дома Вечного Огня Дела Нет Спрашиваю Что У вас Часовые Досками Забита Часовня Отчего Кладбище Бурьяном Поросло А именно Это Духи Что Проклятое Проклятие Пало На Освященные Зебры Говорят Что Старая Старостиха Старая Старостиха От Богатства С ума Сошла И Ей Паргметно Со времен Трагедии Часовня Проклята И Никто Туда Заходить Не Отважится Ничего Не Осталось Другого Как Заказать Дюбинам Старостиха Чупу Говорят Забрал У них Луча Склепа И Пойду Сам С факелом Личного Огня В руке Проверю Что Там Странного Деется Конечно Деревенские Те Самые Слоги Тяжеловато В словесах Ориентируются При Прочтении Так Ну что Давайте Осмотрим Часовник Тоже Местечко Интересное Оно Как Ветростепенном Крестном Сайд Крестном Я бы Это Назвал Просто Какое-то Такое Место Интереса Со Своей Историей Тут Нас Зажитают Призраки Масло Светом Намазал Предварительно Знак Ирден Помощь Конечно Бомба Лунная Путь Но я ее Пока Юзать Не хочу Слушайте Какие-то Они Здесь Все Правда Тугит Тоже Главное Дежу Шел Опа Опа Второй Ушел Отлично Так А где Витрид Не будет Комментировать Будет Ну Ничего Такого Конечно Не сказал Ну И Пофигу Сейчас Продолжим Там Можно Часочек Медит Нуть Восстановим Сейчас Эту Самую Нашу Бомбочки С Эликсир Чеками Я так понимаю Особо Здесь Ничего Да Высматривать Просто Даже Прогуляться Кайфово Повторюсь Так Все Интересно Локация Очень Детализировано Хотя Казалось бы Обычная Часовня Что Здесь Такого Может Быть А Ну Нет Ну Какая-то Таинственность Присутствует Ведьмачья Работа Настоящая С С Эти С Эти С Ход На Крышу Здесь Ничего Нет Ну И Ладж Замок Открыт И Там Дальше Ход Вниз Какая-то Подземная Здесь Целая Давайте Зажгем Свечки От греха Подальше Не знаю У меня какая-то Дурацкая Привычка Свечи Зажигать Я Во втором Ведьмаке Помню Тоже Заморачивался Когда мы По пещерам Бегали С вами Во второй Главе Так Проклятая Мать Перематища Ничего себе Скотина Вот У нее Лунная Пыль Как раз Самое Оно Вроде Не так Сложно Какие-то Такого Урунта Проходит Это Очень Много Я думаю Если бы я был в коте Был в каком-нибудь Я бы конечно Быстрее всех убивал Кот На легкие атаки Так Ты куда пошла Лечиться наверное собралась Кирик Куда ты Блин Не надо Вот раду Как он с фокуса Сбивается Вот как сейчас Вот скотина Ну и все Не сложно Мутаген И кто у нас тут Прощальное письмо Чехослава Так я уже перегружен У меня уже ничего не осталось Ничего Но для того чтобы вы знали Какое проклятие поразило мою семью Я все запишу в этом письме Сейчас я это едва помню Но когда-то мы были счастливы Я и моя прекрасная Орнеста Год спустя после нашей шумной свадьбы Родилась на свет Людмила Люди говорили что красавица Вся в мать Не нравилась эта Орнести Да тогда я не обращал внимания Вскоре Родилась Мильда и Эгле Прекрасные как ангелочки Никогда не забуду Вечера когда Орнеста сидела перед зеркалом И расчесывала свои длинные каштановые волосы Девочки плакали Я ей сказал что они наверное голодны Жена на меня фыркнула Первый раз в жизни Сказала что раз дочки отнимают у нее красоту И молодость то пусть этим и нажрутся О как интересно Я тогда еще не понимал что безумие поселилось в голове Моей возлюбленной жены А каждая восхищенная красотой ее дочерей Только ее подкармливает Все три девочки росли быстро и были здоровыми Время однако к молодым бывает ласково А к старшим милосердия не знает Не пощадило оно Орнеста Кожу у нее стала терять упругость И прежний блеск Как-то ночью разбудил у меня свет полной луны Которая светила беспокойным блеском В хате никого не было Выбежал я из дому И отправился по следу босых ног Которые вел на кладбище у часовни Душа у меня в пятки ушла Нашел я всех трех около фонтана Если бы не был сам их отцом То не узнал бы Лица изрезаны и изуродованы Рядом валялись куски кожи, уши А когда я стоял там На этом месте убийства То почуял, что кто-то за мной наблюдает Не ошибся я Орнеста стояла на лавке у самого дерева А на шее у нее была веревка Словно какой-то дьявольский ошейник Забрали они у меня все, что было лучше Вот так сказала И с лавки прыгнула Умерла моя Орнеста Умерли мои три дочки Теперь и я к ним пойду Собрал я все, что у меня было Принесу жертву богам Может простят грех и мне И моей любимой Орнести Прощайте Чехослав Ой, аж прям это Кровь в жилах застыла От этого ужаса Представляете Какая история Остров проклятых мне почему-то напомнило фильм Но только немножко в другой, конечно Но тоже с безумием Да Это мы сейчас Оспех новолуни Прикольно Надо сейчас чего-то будет избавляться Конечно Всякие вот эти палки ненужные Денег за них много не выручишь Вот это вот всякие Вот можно один Наверное выкинуть доспех Пылающих розы Уж очень тяжелые они Да Один с двадцами Или мечи по выбрасывать Так вот топор Палки все вот эти Голимые Да Не нужны нам Мечи вроде не это Не тяжелые Сейчас мне надо просто ребятки Все это дело достать Да Повыбрасывать Здесь оставить Извините Можно нам надо было конечно перемотать А так Ничего страшного Так доспех новолуни На самом деле доспех новолуни Здесь есть Это самое Реликтовый тоже Я его обязательно найду Покажу где его найти Если кому будет интересно Посмотрите И он такой весьма здесь Симпатичный Ну что Вроде бы все Больше здесь брать нечего Покинем это проклятое место Ну Ведьмачья Прям Ведьмачья история Вроде казалось бы Квестик такой Да Не ошибка-то на События Обильный Вот Почитаешь записочку Побродишь тут по местным Склепам Таки прямо и Впечатлений полных Набираешься Сапоги новолуни Здесь же находятся Хорошо Ну это желтые сапоги Они нам нахрен не нужны Повторюсь Я все это дело Найду перед Тем когда пойдем В дом Барсоди Этот самый грабить Да Но пока Не будем забегать вперед Как я всегда люблю говорить Так там наверху Какие-то Жвальные звуки Я слышу Наверное там Головоглазы всякие С индриагами Поднимаемся И покидаем очередное Ну мы здесь уже рядом С этим афирским Кстати купцом И там же еще есть Ремесленник афирский Сейчас можно будет Наверное с ним уже поползать По-моему все мы с вами Сделали Блин Пойти что ли Не знаю этих Головоглазов Попробовать По это самое Потиранить Витальт ничего нам не скажет Ну наверное нет Ну он уже все сказал В принципе что Когда мы здесь были Так вот здесь собственно Мельница находится Прямо на нее смотрю Сейчас Да Там вот афирский купец И сидит Ну коли уж нам по пути Я думаю может Сразу сейчас и заехать Серия у нас Часовая Традиционно Да Верхняя мельница Вот они Уже значочки на миникарте Появляются Мы сейчас с ними Приветствую Незнакомец Не найдется ли минутка Для беседы Уже сам хочет С нами поговорить Ну конечно же Давайте поговорим И зафира Путь не близкий О Долгие Полные опасности Но Как говорят У меня на родине Риск Это честь Это запомню Хотя не могу согласиться Пойти на риск Способны многие А вот с честью У людей Проблемы И поважно С какой целью Ты идешь на риск Я прибыл сюда Встречать Неизведанное И добывать Славу для себя И для моего Владыки Нужно познавать мир Открывать новые земли Добывать знания И делиться ими Ах Есть ли в жизни Более прекрасное Переживание Чем восторг От нового И удивление Неустанному труду Сотворения мира Значит это лагерь Первооткрывателя И философа Разумеется Я хочу Изучать ваши обычаи Обмениваться знаниями Торговать с вами Могу я посмотреть Какие товары Вы привезли Зафира Так У него тут Короче Целый набор Кунтушей Есть Интересных Которые лучше Чем моя броня Медвежья Я вот думаю Приобрести Во-первых Надо все это Распродать Сейчас Для начала Но у него денег Что-то совсем мало Так мы можем У него за 602 Купить этот Карты Кстати Надо тоже купить Афирская сабля Чертеж По-моему мы ее найдем Кривая В сабле У меня здесь Пылающая роза Рыцарские доспехи Я даже не знаю Сохранила Может для коллекции Себе оставлю Положу Так это Афирский кафтан 200 броня 195 броня Я думаю Можно продавать Тоже Эльвин Нобл Здесь еще есть Как у этого Рауди Ноблмен Роупс Как у Авалакха Афирский Кафтан Прикольно Так Штаны Все нахрен Эти Кунтуши Они Много Не весят Хорошо Я хочу Для коллекции Просто Чтобы они были Так И На оставшиеся Можно Мечи Напродавать Освободим Сейчас себе Местечко Так Хорошо Ну нормально Напокупали Напродавали Вот она Вам Экономика Деньги Конечно Я тут потратил Геновель 400 стоит Да Ну пока Оставим Его тогда себе Может конечно Сразу Все было Купить Не ждать Пока там Уровень Вырастет Фу Блин Плюс 35 Аж Ни хрена Себя Ну там Какой-то Большой Ну блин Здесь какая-то Медленно Качка Идет Я прав 36 Уже Но Даже Не заметил Как я Стал 36 Интересно Пожалуйста Расскажи мне О своей родине Конечно Если у тебя Есть время Если у тебя Оно есть О своей родине Я могу говорить Часами Пока ты в силах Слушать Земля Которую вы Зовете Афиром На самом деле Дом для многих Стран и народов Афир Это Бескрайние степи Неприступные горы Чистейшие озера И непролазные чащи Это Павшие империи Царства В зените славы И племена Не знающие царей Но хранящие Сказания о временах Когда мир был Молот А из каких мест Родом ты сам? Я из города Чьи чудеса Затмили бы Золотые башни Нильфгаарда Это Отчизна Философов Врачей Математиков И чародеев О них лучше Расспросить Моего друга Ведь он сам Мастер Ру Я его расспрошу Я нашел чертеж Наверное афирский Так что я не могу Его расшифровать Ты поможешь мне? Я узнаю Эти пометки Когда мы прибыли Сюда У нас случились Неприятности С тузямцами Проще говоря На нас напали По этим чертежам Можно создать Великолепное снаряжение Достойное короля Они стали бы Подарком Для местного владыки Но если ты Поможешь мне Их найти Я сделаю Для тебя копию Понятную Вашим мастерам Это честная сделка Для нас обоих Я помогу тебе Найти твои чертежи Эти разбойники Были похожи На рыцарей Что особенно скверно Ну и где на вас напали? На перекрестке дорог Рядом с лесопилкой Кажется К северу От того места Были руины особняка Посмотрю Что удастся сделать Рад тебя снова видеть У тебя хороший жеребец О да Бальбека Мой верный друг Он мудрее многих людей Мы выиграли Множество скачек Так ты не только Исследователь Но и наездник А в наших краях Даже маленькие дети Ездят верхом А конные скачки Любимое развлечение Я наслышан О резвых афирских жеребцах Не хочешь ли устроить состязание? Наши кони Стремительны Как западный ветер И я с радостью Это докажу Будем состязаться Ну давайте сразу Пройдем скачечки Очередные Я не знаю Кстати Скорее всего В Тусенте Тоже будут скачки Пока не могу сказать Но здесь она Одна скачка Только В этом дополнении И в награду Мы сейчас получим Ахирское седло Для нашей плотвы Но ничего сложного Нету здесь Ой-ой-ой Замедление вреза Слоу-моушен Так вот Можно Слоу-моушен И перепрыгнуть Через эти бочки Что-то мне такого По-моему ни разу Нет Я помню Что они У меня бывали Раньше похожие Моменты Когда я первый раз Сейчас у меня Бельмака играл Так А здесь у нас Собственно Деревенька Где у нас Будет свадьба Проходить Уже видите Все готовится Ну отлично Платву Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ты куда так У нас обогнал Да я тебе прям Даже не знаю Что делать Да не На самом деле Его легко догнать Главное С путей Не сбиться Даже если вы Вот так вот Как я Будете лажать Проиграть У вас вряд ли Он даже Подтормаживает Перед финишем Чтобы вы могли Спокойно Одержать верх Эфирские жеребцы Быстры как ветер Но мой конь Ни в чем Он не уступит Поздравляю Прощу Прими это Седло В награду И на память О нашей гонке С ним Ты сможешь Скакать Еще быстрее Благодарю Как тебе Новая одежка Платва То как ты Относишься К своему коню Многое О тебе Говорит Один из наших Мифов Рассказывает Как небо И степь Полюбили Друг друга И от их Любви Родилась Кобыла А Люди Тогда были Слабы И страдали От разных Пет Кобыла Кормила Их Своим Молоком И люди Стали Сильны А затем Позволила Оседлать Себя Так люди Стали Воинами Придание Учат 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 Уважать Коней Благороднейших Из Животна Красивая Легенда Спасибо За нее И за Состязание Да Интересный Юноша Этот Афирский Купец Ну Вроде бы Все Мы Все С него Вытряхнули Кроме Одежек Славится Вечное Дело Сотворения Мира Будь Здоров Ну Приятен В общении Люблю Любознательных Людей Так Ну Что Посмотрим Как На мне Сидит Рауди Ноблом Роупс Кунтуш Так Называем Прикольно Интересно Если В нем На свадьбу Отправиться Получится Так Это Эльфская Какая Это Ну Тоже Смотрится Неплохо Но Этот Мне Больше Прикалывает Такой Прям Здесь Не в кассу Немножечко Перчатки Медвежьи Они Прям Совсем Уже Здоровенные Но Навер Можно И оставить Вот Нормально Уже Теперь По Каменно Сердечному Выглядим Я имею В В Каноне Этого ДЛС Если Можно Так Выразить Я шучу На самом Дель Пофигу Метель В чем Вы будете Ходить А Это У нас Собственно Мастер Я его Причетом Броником Назвал Оружейников А он Мастер Рун Привет Тебе И дославится Вечное Дело Сотворения Мира Ты только Не обижайся Но прославлять В этом мире Особо Нечего Нордлинги Вечно На все Жалуйтесь Ходите С кислыми Минами Человек Поздоровался А вы уже Готовы В драку Кидаться Ну В этот раз Уже Как будто Я жалуюсь А ты Видно Пришел Подел К сожалению Я ничего Не могу Для тебя Сделать Я лишился Всего Имущества Вместе С инструментами Ты ремесленник Или чародей В вашем языке Нет подходящего Слова Для моей профессии Я ученый И художник Немного Ремесленник А немного Мат Слышал Ли ты О геомантии Или О рунотворстве Не слышал Но слово Рунотворство Говорит Само за себя Верно Но я не только Создаю Магические Руны И глифы Но и связываю Их В могущественные Слова Силы У моего Искусства Также есть Магическое Назначение Правильно Подобранными Руническими Камнями Можно Укрепить Меч А сложенное Из них Слово Даст оружию Большую Силу То есть Я могу Составить Слово Из глифов И укрепить Им оружие Иногда Люди Нанимают Меня Выручать Из беды Мне уже Случалось Отыскивать Потерянное Добро Мне Ты ничем Помочь Не сможешь Корабль На котором Я плыл Утонул В открытом Море А купить Новые Инструменты Религия Не позволяет Их Делали Под заказ По моим Эскизам Стоили Целое Состояние А все Деньги Что я Вез С собой Сейчас В темной Бездне Вместе С инструментами Похоже Твое Ремесло Может быть Для меня Полезным Кроме Того Я решил Не бросать Тебя В беде Я Раздобуду Для тебя Деньги А ты Взамен Изготовишь Для меня Руны И глифы Ты Уверен Речь Идет И правда О значительных Сумках Даже Самая Простые Глифы Требуют Дорогих Инструментов Не говоря Уже О более Сложных А тем Более Глифах Мастера Не боись Я чувствую Что для меня Это будет Хорошим Вложением Интересно Что тебя Сюда Привело Просто Жажда Знаний Мой Мастер Научил Меня Всему Что Знал Сам Я Выучил Все Языки Соседних Стран Затвердил Имя Каждого Растения И Каждого Зверя А стоило Рисковать Отправляясь В столь Далекое Путешествие Дома Я мог бы Жить В достатке И уважении Так Ценны И прекрасны Мои творения Но В этой жизни Я не мог Бы Реализоваться Мир Велик И разнообразен И он Все время Создается Снова Наш мир Это Загадка И он Говорит С нами Через Символы Я Хочу Выучить Язык Мира Понять Знаки Которые Он Нам Посылает И порядок Их Написания Так Я Постигну Принцип Творения Когда Ты Рассказывал О своем Искусстве Ты говорил Как человек Веры Не Как Ученый У вас Вера И наука Разделены А там Откуда Я Родом Святые Отцы Это Одновременно И Ученые Которых Ценят За Их Мудрость В Каких Богов Вы Верите В Афире Это Зависит От Региона Меня Воспитали В Вере В Единого Бога Который И Есть Мир Бог Говорит С Нами Через Символы А мы Приближаемся К Нему Изучая Его Язык Символы Это Руны И Глифы Это Лишь Знаки Вымышленные Людским Умом Чтобы Проще Было Описывать Мир Однако В них Есть Магическая Сила А Всякая Магия Идет От Бога Когда Я Творю Руны Когда Складываю Их В Слова Я Молюсь А Когда Заклинаю Ими Меч То Даю Благословение У меня При себе Есть Деньги Этого Хватит Ну Для Начала Дорогостоящее Ремесло Мало Того Деньги Это Еще Не Все Мне Также Понадобится Весомых Размеров Нефритовый Камень Я Посмотрю Что Удастся Сделать Ну За Камнем Мы Потом Отправимся Вообще Забавно Что Такой Знаток Знаков И Геральт Не Спросил У него По Поводу Знака На Его Лице Да Пока С ним Ничего Не Сделаешь Ну Так Ирины Друзья Мои Я Вас Поздравляю С Завершением Прохождения Очередной Серии Вы Тыкайте Пальчик Подписывайтесь Обязательно На Канал Я Очень Надеюсь Что Вам Все Понравилось Мы С вами Увидимся Очень Скоро У микрофона Был Фолиот Всем До Новых Встреч И Как Всегда Большое Пока Редактор субтитров Корректор Субтитров